С чувством, с толком, с расстановкой. Для спортсменов, собравшихся на первенстве Пензенской области по пулевой стрельбе, эти слова стали главным правилом. Что нужно, чтобы добиться хороших результатов? Спокойствие, выдержка, ну и силы, наверное. Нужно соблюдать некоторые правила, которые рассказывают при первых тренировках. Это нужно успокоиться, сделать спокойный выдох и вдох и плавно нажать на спусковой крючок. Юные спортсмены знают, о чем говорят. Ведь за плечами у каждого не один год обучения стрельбе и участия в спортивных состязаниях. Были всероссийские соревнования в Юрьевпольском и здесь, в Заречной, достаточно много соревнований. Как минимум три или пять даже точно. В Пензе было много соревнований областных где-то. Ну и вообще года три я стреляю, и за эти три года достаточно много я настреляю уже. Региональное первенство собрало сильнейших спортсменов в городских округах и муниципальных районах нашей области. Эти соревнования продлятся три дня, в течение которых стрелкам 2006 года рождения и младше предстоит показать все, на что они способны. Мы будем стрелять, значит, командное упражнение, это ВП-20, дистанция 10 метров, пневматическая винтовка, 20 зачетных выстрелов. Следующее будет упражнение, это будет отборочное упражнение, стреляться ПП-60, ВП-60. В командном зачете победители и призеры определятся по сумме результатов всех стрелков сборной. В случае равенства очков у двух команд сильнейший из них определится по лучшему индивидуальному зачету участников. В чем сложности этих соревнований? Ну мы проводим их здесь в первый раз, до этого проводили все время в Пензе, но там по техническим причинам сейчас невозможно это делать, поэтому соревнования перешли к нам. Несмотря на смену места проведения состязаний, количество желающих принять в них участие не уменьшилось. В этом году первенство собрало около 80 спортсменов из Пензенской области. К соревнованиям мы готовились, посещая тренировки, пару раз в неделю вполне достаточно, некоторые ходят больше, некоторые меньше, в зависимости от своих планов. Морально готовилась, то есть настраивала себя, чтобы быть спокойным, ну и физически там, то есть тренировался, стоял там с винтовкой и стрелял. Вот сейчас я волновалась немного перед стрельбой, но в целом все хорошо. Как оцениваешь свои результаты? Отлично. Первый день пройден, но расслабляться рано, ведь впереди решающие дни, которые определят, кто поедет на финал спартакиада учащихся. Он будет проходить в конце июля в городе Ижевске.